Тура Пережим Тура Пережим Тура Пережим Тура Пережим Тура Пережим Но Божью верность никто никогда отменить не может. И в этом наше упование. Окей, мы сегодня будем читать и толковать недельную главу, которая называется «Вайтханен». И мы читаем по-русски «молил Моше Господа». «Вайтханен» — это не совсем «молил», это «вайтханан». «Вайтханан» — спасибо, Миша. Это «умолять». Ну, может быть, ты, может быть, изменишь. Вы знаете, Бог не изменил своего мнения. Никогда не изменяет то, что определил. Но когда определяет, учитывает все с массой милости, превозносящейся над любым его судом, чтобы у человека была будущность и надежда. И перед тем, как я продолжу, я хочу сказать, что в данной проповеди я немного буду использовать, и вы уже меня простите, мои эмоции. Можно спросить, «Рега, рега, какие эмоции?» Мы должны строить свое убеждение твердо на Слове Божьем. Но если мы почитаем вот эти слова, которые Моше сейчас, «вайтханан» — «лифнеилуим», там тоже одна эмоция, там чистая эмоция. Ведь Творец сотворил человека эмоциональным существом. И, разумеется, мы имеем массу ограничений. И одно из них записал Павел, чтобы гневаясь мы не согрешали. Но эмоции — это часть нас. И если мы воспитываем себя быть абсолютно неэмоциональными людьми, так мы как бы уже и не люди. Понятно, что эмоции должны быть в каких-то пределах. И они должны подчиняться нашему духу. Павел пишет, «В вас должны быть те же чувствования». Переводят слово «чувствование» как «дух», но переводят его и эмоции, как в «Ешуа». То есть мы должны уметь реагировать. И иногда мы можем реагировать, как мы чувствуем всегда, а не всегда так, как требует того партия. И наши эмоции должны развиваться в любви Бога, понимая любовь Бога и жертву Машеха. Учитывая, что мы рождены свыше, и гниль не должна исходить от нас, хотя гниль — это не всегда жесткое слово. Если мы читаем иной раз убеждение, утверждение «Ешуа», он иногда за жестким словом не лез в карман, чтобы поставить людей на место. И когда он по-русски в синодальном переводе пишется, говорит, «Вы порождение ехидны», то еврей там говорит немножко пожестче. И этими словами он вздергивал слушателей, чтобы те, кто предназначен к спасению, могли опомниться и обратиться. Когда мы эмоционально живем, все-таки наши эмоции должны подчиняться разуму, и, как я уже сказал, духу, верности, завету, жертвенности, чтобы мы могли их направлять ради достижения тех целей, которые Господь вложил в нас, поставил перед нами. И, разумеется, важно всегда просить Его, «Ты мой источник, Ты Бог мой источник, я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты открыл наши сердца сейчас, и чтобы мы могли немножко разобраться, что к чему и как». И, как я сказал уже в самом начале собрания, по интернету поползли всякие декларации, я бы лучше назвал это псевдо-декларациями, вот давайте мы напишем еще чего-нибудь, а давайте мы скажем им, мы вообще-то к ним не принадлежим, но мы им должны сказать, а если они нас не услышат, ну, знаете, в иврите есть такое выражение, которое звучит как хуцпа, и это уже хуцпа, которая без границ, но неважно. Я хочу сегодня читать и толковать Порошат Шавуа Вайтханен, и, пожалуйста, будьте сострадательны и ко мне. 23 стих. «И молился я Господу в то время, говоря». Это третья глава второзакония. Народ Израиля уже стоит практически перед тем, как войти в обитованную землю. Считанные дни жизни осталось у Моше, и он знает это очень четко, потому что Господь ему заранее сказал, но, возможно, в его разуме простреливала эта мысль, а может, я чего-то недопонял. И вот написано, «И молился или умолял Вайтханан я Господа в то время, говоря, Владыка, Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твою, ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, с могуществом таким, как Твое, дай мне перейти эту и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору Илливан». Вы знаете, я когда читаю эти стихи, я вижу Моше, который плачет. Это не совсем такой накатанный текст. Я просто вижу не совсем истерику, но Моше плачет перед Богом и говорит, может быть, я чего-то недопонял тогда, когда ты определил, но, как я уже сказал сегодня, Бог не человек, чтобы изменяться. И это даже знал колдун Белям, который когда-то, когда его просили проклясть Израиля, сказал в числах 23 главе, в 19 стихе, «Но Бог не человек, чтобы изменяться. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему измениться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». Я продолжаю читать 26 стих. «Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня, и сказал мне, Господь, полно тебе, впредь не говори мне более об этом. Взойди на вершину фазги, взгляни глазами твоими к морю, к северу, югу, востоку, и посмотри твоими глазами, потому что ты не перейдешь через Иордан». Ну, даже если у Моше было стопроцентное зрение, оно с трудом может простираться больше, чем на 3, ну не знаю, 5-10 километров. Я не оптометрист. Но здесь каким-то образом Господь показывает Моше, то есть он не переводит его через Иордан, но показывает ему все, наследие народа Израиля. Мы живем в этом наследии сегодня. Слава Господу, он вернул нас из рассеяния после двухтысячелетнего рассеяния, он вернул нас сюда. И иногда мы любим, иногда нам тяжело, а иногда мы ворчим, как любые эмоциональные люди, что-то не так. И вы знаете, я, слава Богу, побывал кое-где в мире, видел красивые места, и красота Израиля, она есть, но она не всегда в сравнительной, тут больше зелени, или там меньше зелени, там пустыня мощнее, или здесь, нет, здесь есть что-то в земле, здесь есть нечто, что просто пахнет, источает, нечто от Господа Бога, потому что для детей Израиля он предназначил эту землю. И Моше увидел все это, и Господь 28 стих говорит, и дай наставление Егушуа бен Нуну, Иисусу Навину, укрепи его. Он уже не молодой парень, но я думаю, что у Егушуа бен Нуна тряслись ноги от ответственности не только войти в лидерство народа. Мы читаем в истории, и более молодые люди становились лидерами государств и народов, но Егушуа бен Нун понимает критичность призвания, потому что он абсолютно четко знает, что в руках народа Авраама, Ицхака и Якова в тот момент заложена сила включить исцеление, которое пронзит всю землю. И он опасался, справится ли он, может ли он быть подобным Моше. Но поколения меняются, и из таких бульдозеров заменяются лидеры на более мягких, потом, может быть, опять на более сильных. По-разному все течет. Дай наставление Егушуа, укрепи его, утверди его, ибо он будет предшествовать народу сему, и он разделит им на удел и землю, которую ты посмотришь. И остановились мы на долине напротив Беффегора. Это как раз все те места, где произошли те сложные ситуации, обстоятельства с Бельамом, с Балаком, противостояние, проклятие. Все это там было. И именно в этих местах Господь через Моше дает последнее наставление Израилю, чтобы Израиль просто кончиками пальцев чувствовал, что может быть благословением, а что может привести к проклятию. Вы знаете, что мы иногда, мы люди сегодня, в Ешуа-Машехе забываем вот такие вот примеры. И очень важно держаться пути Господнего, не влазя в вещи, в которых мы мало понимаем, опасаясь их. Белям не опасся, Балак проигнорировал, и вихрь Господень просто смел их. Я продолжаю читать уже со следующей главы, четвертой, и буду сейчас истолковывать какие-то места, поэтому будьте внимательны. Я высказываю мое субъективное мнение. Надеюсь, что оно некоторым из вас поможет и наставит. Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь Бог отцов дает вам. Теперь слушайте внимательно. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того, что соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которое я вам заповедую. Здесь мы видим очень строгое наставление, чтобы мы могли не, чтобы мы не посмели добавить или убавить что-то от заповедей Господних. Если мы внимательно читаем Священное Писание, то там и здесь вот эти слова повторяются, и они также повторяются в книге Откровения в Новом Завете. «Да не подумай ты, Иоанн, пишет вдохновляемый Святым Духом, прибавить или убавить что-то к стихам Откровения сего». Если мы сегодня будем разбирать друг с другом, насколько мы понимаем стихи Откровения, то большинство из нас скажут, очень слабо понимаем их. Но мы продолжаем читать, дерзая даже толковать их. Но, возвращаясь к второму стиху четвертой главы Второзакония, «Не прибавляй к тому, что я заповедую вам, и не убавляй». Вы знаете, сегодня среди не только христиан и среди мессианских существует вопрос и разномнение, а давал ли Бог Муше вместе с письменной Торой устную? Я уверен, что все слышали такие слова «устная Тора». А давал ли он ее народу Израиля вместе в параллели с тем, как он давал письменную Тору? То есть, мы знаем, что десятиречие было произнесено на горе Синай, а потом многократно Муше уединялся в скинии собрания вместе с Господом, и тот ему диктовал, ну, по-другому я не могу сказать истолковать слова, которые Господь говорит в свое время Аарону и Мирием. Он говорит, с другими пророками я говорю в видении, а с моим рабом Муше лицом к лицу говорю с ним. То есть, он диктовал, а Муше, наверное, записывал, но вот здесь вопрос, опять каверзный вопрос, а давал ли он параллельно ему еще дополнительное те слова, которые вошли в Талмуд, в Мишну, и потом перешли, столковались с Гморой и так далее. Зашло ли это в записанном образе тогда вот со времен Муше? Я вам сейчас говорю мнение, я не верю, что Муше записывал еще устную Тору. Я считаю, что была дана одна Тора, но я абсолютно уверен, и когда я читаю Священное Писание, вижу некие краткие постановления, которые читая, ты не знаешь, как исполнять. И я уверен, что вдохновляемые Святым Духом люди со времен Муше и далее давали актуальные для того времени комментарии, как короткие фразы, заповеди истолковать, чтобы они были внедряемы. И я более того уверен, что от поколения к поколению эти вещи могли изменяться, толковаться сообразно ситуации, в которой еврейский народ находился. Ведь еврейский народ не всегда находился в Эрат-Исраэль, иногда он был в изгнании. Многие заповеди существуют только применительно для храмовой практики, но не всегда в распоряжении Израиля и по сей день нету храма. Значит, многие заповеди не актуальны, а те даже, которые актуальны, они требуют определенного понимания и восприятия не только тем, кто толкует, но и для тех, кого он толкует, са, чтобы оно могло стать реальностью. И я подтверждение таким словам читаю даже у великого апостола Павла, которого многие ставят как бы тем столпом, который растоптал Тору и сказал, мы не под законом. Я в других толкованиях и интерпретациях, которые я говорил, пояснял уже и другие мессианские учителя поясняли, что Тора это не закон. Тора это некая сущность от Господа, которая включает в себя и законы, и постановления, и прочее, прочее, но большую часть Торы, духовную составную, мы даже не понимаем, что это. И еще когда-то очень нежно в Матфея в 5 главе 17 по 19 стих сказал, ни одна йота там не изменится, потому что от ее стабильности зависит стабильность всего творения. Так вот, Павел говорит такие слова. Если вы откроете Масэшлихим, Деяние апостолов 28 главу, 17 стих, Павел в Кандалах его привезли в Рим, потому что он в свое время противостал Синедриону, Саддукейскому и Фарисейскому в утверждении воскресения Ешуа, но будучи римским гражданином потребовал суда Кесаря. То есть Павел очень разумно и не всегда одинаково использовал свои гражданские права и привилегия. То есть это учит нас, что мы должны быть многогранны, а не всегда вот так вот подставляя одну щеку другой. Павел в Кандалах был привезен в Рим и прежде всего он созвал навстречу лидеров еврейской общины Рима. Еврейская община Рима это сопоставимо как сегодня еврейская община Нью-Йорка или Лондона. Достаточно значимая часть города финансами, управлением, своей религиозной жизнью и он позвал лидеров и лидеры пришли и сказали мы о тебе ничего плохого вообще-то не слышали но вот что говорит им Павел через три дня Павел созвал знатнейших из Иудеев и когда они сошлись говорил им мужи братья не сделав ничего против народа или отеческих обычаев я в вузах из Иерусалима предан в руки римлян. Посмотрите что он здесь говорит он говорит я никогда ничего не сделал против еврейского народа и он не говорит против закона он говорит против отеческих обычаев отеческие обычаи это то что сегодня обзывают устной торой но как я уже говорил это были комментарии и принятые на то время действия для истолкования закона то есть многие сухие строчки которые Господь Бог дал народу Израиля требовали временного и пространственного континуума то есть толковать соответствии с нуждами народа в это время так по крайней мере я понимаю и я уверен что даже в нашей общине есть люди которые понимают немножко иначе или по другому совершенно и никаких проблем у меня с этим нету главное чтобы мы научились уважать один другого в этом суть но Павел уважал и не только Павел вы помните когда Ешуа шел с учениками в шаббат через пшеничное поле и ученики стали срывать и есть зерна на эту тему есть целые трактаты что позволено в шаббат и когда Ешуа позволяет ученикам это делать то он по сути двигается в определенном толковании которое для одной части израильского общества в то время было доприемлемо а для другого неприемлемо если вы возьмете допустим книгу одного исследователя он уже умер он преподавал в еврейском университете доктор Флусер он очень подробно объясняет эти действия учеников и Господа Ешуа в комментируемых текстах нового и это говорит о том что Ешуа тоже двигался в своей жизни где надо обличая чрезмерное увлечение фарисеев уставом на устав помните такие слова но во многих вещах подчинялся этим вещам сам потом мое мнение я сейчас говорю чисто мое личное мнение я думаю это была большая ошибка что в первом в конце первого и начале второго века вот все эти комментарии последователи фарисейского движения собрали и записали как закон и я думаю вот именно с этого момента было записано то что назвали устная Тора но проблематичность ее что они комментарии которые касаются каких-то других былых поколений в которых ситуации в которых все поколения жили пытаются применить на сегодняшний день я этого не понимаю и я это не воспринимаю честно вам говоря хотя многие из тех комментариев актуальны до сегодняшнего дня но не все это однозначно но я хочу сказать одну интересную вещь и мессианские евреи и ортодоксальные евреи и пятьдесятники и баптисты и харизматы и ортодоксы все они не читают только текст который записан в священном писании но постоянно занимаются его интерпретацией выстраивая свои собственные законы и вы знаете что я многократно видел в некоторых консервативных христианских общинах законы настолько строгие что даже ортодоксальное следование торе в иудейском формате просто нервно отдыхает по сравнению с теми строгими законами и в таких законах живут много-много людей в разных общинах и хасовы халила не дай бог чтобы я сказал правильно это или неправильно это жизнь которую мы черпая священных писаний пытаемся применить в реальности чтобы получить благословение от господа и павел очень четко говорит по этому случаю такие слова он говорит то что вам открыл господь в том и пребывайте но не дай бог не клеймите других что они еретики и глупцы если они для себя почитают за святыню ту самую библию которую и вы и мы и все мы читаем и поклоняются творцу через единственного возможного источника ешуа из назарета как петр когда-то тоже крайне эмоционально сказал нету другого имени под небесами которым можно было бы спастись и я думаю что все мессианские евреи которые попали под эту псевдо мазню они знают и уповают на спасителя всем своим сердцем но мы пойдем дальше и будем читать для чего нужен вообще мессианский иудаизм а не лучше ли нам было бы раствориться в каком нибудь ну евангельском течении и было бы все сабаба мы были бы под прикрытием какой-нибудь бы мега деноминации и не парились бы и занимались бы обращением евреев в христианство нет друзья нет друзья я поясню почему я еще раз хочу попросить прощения становится жарче я все-таки человек эмоциональный но я вам скажу почему есть место для мессианского иудаизма и разумеется я скажу всего лишь некоторые фразы и если бы у меня была возможность готовиться над этим текстом дольше этих бы фраз было бы в 10 раз больше но если бы все остальные пришли то добавилась еще масса какие-то бы просто выброшенные были но не важно как я чувствую место мессианскому иудаизму есть первое потому чтобы исполнить заповедь которая записана во второзаконии 18 глава с 18 по 19 стих там сказано Муше говорит от имени Господа я воздвигну им пророка из среды братьевых такого как ты вложу слова мои в уста его и он будет говорить им все что я повелеваю ему а кто не послушается слов моих которые пророк тот будет говорить моим именем с того я взыщу то есть мы исполняем заповедь в еврейской среде прежде всего должно быть поклонение еще все остальные со всем уважением вы наши братья и сестры в Машехе но на основании римлянам 11 главы и на основании ефесянам 3 главы там сказано вы привились к этому корню итак если угаснет вот этот корень мессианский иудаизм или евреи которые веруют в Иешуа и веруют в Иешуа не по пути той или другой деноминации то просто не природной лозе нету шанса никакого еще одна мысль которую я хочу подчеркнуть если вы откроете вместе со мною Иеремию 31 главу 31 стих и на самом деле это высказывание пророка еще его называют плачущий пророк потому что Иеремия постоянно плакал и он как бы компилирует многие-многие высказывания но суть их одна там сказано вот наступают дни когда я заключаю с домом Израиля и с домом Иуды новый завет то есть уже многократно до этого мы читали то с Авраамом Бог заключает завет то с Ицхаком то с Иаковым то с Моисеем но всегда это в формате Израиля и Иуды это никогда не в формате первой баптистской церкви или второй харизматической или третьей церкви вознесения это всегда только с домом Иакова и с домом Иуды и не весь Израиль живет в волнах нового завета к сожалению хотя мы молимся и пытаемся делать что в наших силах чтобы весь Израиль услышал благую весть и отреагировал как там будет не знаю и на это есть масса комментариев но мы пытаемся но если если не будет вот этих вот небольшой мизерной кучки евреев верующих в Ешуа то сила нового завета просто станет абстрактно воздушной и повторюсь тем людям из нееврейских народов не к чему будет просто привиться вы знаете апостол Павел в Ефесянах очень четко говорит вы некогда бывшие далеки стали близки кровью Христа и я слышал как уважаемые себя уважаемые проповедники получившие PHD докторские степени когда толкуют этот стих просто умышленно я бы даже сказал немного с подспудным антисемитизмом не побоюсь этого слова ну а если я перебрал заведомо прошу прощения кого обидел говорят мы были далеки от Бога и стали близки к нему кровью Ешуа Машеха но это в корне неправильный пшат толкование данного стиха потому что данный стих говорит вы бывшие бывшие далеко от еврейского народа которому есть от Бога разные обетования заветы заповеди и Машех во плоти вы через Ешуа Машеха стали близки к этому народу и прибжавшись приблизившись к этому народу без наследования этой земли стали под теми же обетованиями под тем же солнцем правды под теми же заветами там черным по белому написано к сожалению не так понимают и очень сильно стараются взять мессианских евреев и превратить их в еще один дополнительный услышьте меня этнос которому важно проповедовать Христа слиха друзья мы конечно этнос но в формате священных писаний старший брат без которого вообще ничего не может быть мы я сейчас говорю без превозношения потому что пусть больше будет меньшим сказал еще и нечем нам вообще особенно гордиться потому что мы еще не стабилизировались и нету еще у нас даже единой теологии нету мы уважаем друг друга раскинувшихся по всему лицу земли и здесь в Израиле и там в Америке и в Канаде и в Европе и в Украине и в России и в Белоруссии и в Австралии и все по-разному какие-то вещи понимают но слава Богу мы единое целое и подтверждение тому уже пятая по счету международная мессианская русскоязычная конференция где мы слава Богу со всеми разногласиями могли славить Господа и было круто просто круто потому что там было единство в прошлом году это было в Кракове осенью и спросите у любого как было круто мы не совсем этнос мы не совсем из тех семидесяти народов мы народ Авраама Ицхака и Якова говорю это без гаавы без гордости и из-за этого когда-то в одном из произведений Шолома Алейхема скрипач на крыше он говорит ты избрал нас может быть ты избрал бы кого-то другого и я говорю что это очень сложно но мы не тот этнос которому нужно благовествовать Христа мы этнос которому нужно напомнить о Христе чтобы он раскрылся в нас потому что он среди нас живет именно поэтому Павел говорит он там внутри но еще и завеса на глазах но завес это не бетонная не железобетонная не языческая стена заблуждений это всего лишь легкий вилон и когда Божий Дух подует этот вилон улетит потому что никогда не отвергал Господь Израиля и вот сегодня со всеми вот нашими прибамбасами Бог сделал нас пионерами начальниками нет не начальниками пионерами пионер не в смысле вот этот вот а начинающими прошу прощения не начальниками халуцим я не знаю первооткрывателями в нашем поколении для еврейского народа и мы делаем то что мы можем делать абсолютно правильно халуцим халуцим ну когда вдруг некоторым вдруг хочется написать декларацию или еще чего-то ну мы в свободном мире живем ну пусть будет стыдно вы знаете это моя эмоция сегодня наверное но я опять-таки скажу Павел плакал помните он когда-то у него тоже была истерика он плакал когда его оставили вдруг и он говорит все меня оставили Господь явился в другой раз он плакал когда говорит я готов себя отдать за потерянных овец дома Израиля еще плакал неоднократно однажды он зная что пойдет и воскресит Лазаря написано расплакался потому что чувствовал боль может быть агонию умирающего Лазаря а может быть боль потери Марты и Марии я не знаю но он источал эмоции хотелось бы тоже плакать из-за чертствости тех кто хочет господствовать над наследием Божьим ну да поможет нам всем Господь ладно я продолжаю читать четвертую главу второзакония глаза третий стих глаза ваши видели что сделал Господь с бал фигуром всякого человека последующему идолов истребит Господь Бог среды твоей а вы прилепившиеся к Господу Богу нашему живы все доныне теперь слушайте внимательно пятый шестой стих вот я научил вас постановлением и законом как повелел мне Господь Бог мой дабы вы так поступали в той земле в которую вы вступаете чтобы овладеть ею слушайте внимательно и так храните и исполняйте их ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов которые услышав о всех их словах скажут только этот великий народ есть народ мудрый и разумный мудрость ваша и разум ваш я не знаю как истолковать эти слова мудрость ваша и разум ваш как не то что Господь говорит народу Израиля вот я вам дал все заповеди но мудрость ваша и разум ваш как интерпретировать и толковать их поэтому пожалуйста не обвиняйте нас что мы там чего-то добавляем к священным писаниям или убавляем мы пытаемся их понять изучить и здесь я к сожалению хочу сказать что оригинальная традиция которая была учеников Ешуа две тысячи лет назад она как бы растворилась в разных народах динаминациях и так далее и мы сейчас экспериментируем как Павел говорит все испытывайтесь все испытывайте лучшего держитесь теперь если нам нужно уже очень жестко подходить к буквализации текста тогда я хочу обратиться к тем братьям которые пытаются обвинить нас и спросить их а почему бы вам тоже не буквально исполнять текст ну вот допустим Ешуа говорит такой интересный текст если глаз твой соблазняет тебя то вырви его и никакой никакой в мире мужчина ни одного не может сказать что его глаза никогда не соблазняли его ни один но видя ваши торжественные лица поднимающие декларацию я не видел там одноглазных людей и вы разумные люди потому что этот текст вы не интерпретируете буквально но понимаете что в первом веке существовала некая традиция гиперболизировать Ешуа делал это чтобы указать на острость греха и когда кто-то попытается себе такое делать вы будете первыми и мы с вами вместе чтобы остановить другого человека не вреди себе но покайся и будь сбалансированным седьмой стих ибо есть ли какой великий народ которому боги его были бы столь близки как близок к нам господь бог наш когда не призовем его на седьмом стихе я останавливаюсь и перескакиваю аж на тридцать третий стих потому что все до тридцать третьего стиха это как бы усиление и повторение вот эти же самые слова которые я сказал но я хочу еще здесь с тридцать третьего стиха кое-чего прочитать слышал ли какой народ глаз бога говорящего из среды огня и оставшийся жив как слышал ты или покушался какой бог пойти взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями и чудесами как сделал бог ваш в Египте тебе дано было видеть это чтобы ты только знал господь есть бог и нет никого другого с неба дал он слышать тебе глаз свой это было сверхъестественное непонятное явление чтобы научить тебя и на земле показал тебе великий огонь свой и ты слушал слова его и так он возлюбил отцов твоих и избрал воспотомство их после них то и вывел тебя сам великой силой свою из Египта чтобы прогнать от лица твоего другие народы слушайте здесь ну как бы четко написано какие-то вещи бог сделал Израиль первенцем и дал многое ну по описанию как бы вдвойне перед другими народами не только вдвойне даров но и вдвойне а то и втройне обязательств и именно поэтому писание без конца использует такие слова что ты Израиль инструмент в моих руках и я тебя как инструмент буду не только пользоваться чтобы других править прежде всего я тебя буду править у меня дети занимаются настройкой музыкальных инструментов им иногда приходится свои инструменты править чтобы ими править то что они правят лучше и вот Израиль часто испытывает из-за того что становится немножко неуправляем руку Господа но отвергли его Господь нет мы ему не всегда верны это сто процентов но он всегда и навсегда сделал нас своим инструментом инструментом в своих руках и это непреложно то есть это неотменяемо это никто не может изменить хочет ли Бог раскрыть глаза тех из Израиля кто еще не знает еще абсолютно да как он это сделает ну наверное зальет дух умиления и покаяния как написано в Захарии а еще как я не знаю мы все пытаемся а как он это сделает я не знаю но знаю что это будет исключительно через Ешуа Амашеха потому что без него ничего не сработает в евреях написано я говорил со своим народом все эти годы через пророков но последнее время говорю через сына своего возлюбленного единолично через него то есть мы все как бы глаз Ешуа но без познания Ешуа личностного нету спасения но писание по крайней мере об этом говорит достаточно четко знаете Иоанн Креститель он когда стоит и говорит израильтянам которые пришли погрузиться в воду чтобы начать новую жизнь он говорит я крещу вас водою а идущий за мной будет крестить вас огнем и духом духом ну наверное стандартное толкование это рождение свыше а что такое огонь огонь это могут быть испытания через которые люди проходят и очищаются чтобы быть с характером намного мягче перед Господом но также огонь может быть нечно какой-то формацией способом Бога говорить и я две минуты назад читал эти слова где сказано ты слышал слово это 36 стих 4 главы ты слышал слова его из среды огня и что интересно народ который стоит здесь перед Моисеем это не те которые слышали 10 речений Господа те уже все умерли здесь их дети стоят но он все равно говорит им ты слышал вы знаете что я не могу истолковать эти слова никаким образом иначе как гены наши были в отцах наших это стандартное толкование кстати мудрецов Израиля испокон веков гены наши были в отцах наших слышавших те слова и вот здесь Иоанн говорит когда идущий за мною придет он будет вас погружать не только в дух но и в огонь он напомнит вам что когда-то Авраам рассек этих животных из пламени огня Господь говорил к нему Моше стоял возле горящего куста из пламени горящего куста Бог говорил ему и вот потом всему народу Израиля до такой степени что это зашло через поколение в поколение и те кто слышали там глаз Господень я имею ввиду гены тех которые слышали там глаз Господень услышат глаз Божий обращающий их смотреть на того который был пронзен ради них и тот который воскрес ради них и тот который оправдывает всех нас я хочу попросить вас не вгонять евреев в ваши рамки не клепайте для мессианских евреев ваше одеяние я не говорю это всем христианам среди христиан у нас есть масса ну огромная масса братьев и сестер которые поддерживают наши руки и хоть они свои богослужения ведут иначе они полностью с нами потому что доверяют нам и говорят вы должны делать как вы чувствуете но никогда не указывают потому что дружба это обличить когда надо но это не вбить тебе другой мозг чтобы ты был как я это называется контрол контрол я хочу сказать когда-то Гамлиэль великий учитель Израиля сказал своим друзьям фарисеям не вступайте с этими ребятами в прение если не от Бога падут а если от Бога как бы вам не сделаться Бога противниками я уже почти заканчиваю хочу прочитать деяния 4 10 12 это слова Петра с которыми это одни самых любимых слов Писания которые для меня важны и да будет известно всем вам и всему народу израильскому что именем Ешуа Машеха Назарея которого вы распяли которого Бог воскресил из мертвых им поставлен пред вами здрав он есть Ешуа есть камень пренебреженный вами зиждущими но сделавшийся главой угла нет ни в ком ином спасения ибо нет другого имени под небом данного человеком которого которым надлежало бы вам спастись я бы уже хотел сказать наверное амен но еще два слова с чего я начал я начал с эмоции пусть Бог поможет нам направлять наши эмоции в правильное русло я прочитаю еще несколько стихов из песней 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 соломоновых вторая глава с 14 по 17 стих песнь песней соломона голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса покажи мне лицо твое дай мне услышать голос твой потому что голос твой сладок и лицо твое приятно ловите нам лисиц лисенят которые портят виноградники а виноградники наши в цвете возлюбленный мой принадлежит мне я ему он пасет меня между лилиями доколе день дышит прохладой убегают тени возвратись будь подобен серне или молодому оленю на расселенных гор почему соломон вдохновленный руоха кодиш пишет романс который с одной стороны безусловно описывает любовь мужчины женщины а с другой взаимоотношение между богом и его детьми я сейчас не говорю об Израиле я сейчас говорю о всех детях божьих это романс возлюбленный мой принадлежит мне голубица моя в ущелье то есть ну прямо и вдруг посреди 15 стих ловите нам лисенят которые портят виноградники виноградники наши в цвете знаете почему он здесь рассказал потому что взаимоотношения славы очень часто подвергаются нападению лисиц и лисенят нам очень важно не быть ни лисицами ни лисенятами не быть теми про кого Иоанн говорит иначе антихристами богопротивниками нам нужно любить друг друга и уважать друг друга я молюсь сейчас чтобы господь дал милость тем кто на уровне бытового антисемитизма позиционирует себя как брат в господи покаяться отречься от глупостей уважать друг друга я хотел бы чтобы мы все могли быть источниками единства и света этим мы можем показать миру что Ешуа есть царь а когда мы среди братьев начинаем играть роль лисицы лисенят то здесь возникает большая проблема я хочу сказать друзья братья и сестры в Ешуа Машехе евреи и неевреи господь благ мы живем в то время когда слава богу нет инквизиции когда мы можем раскрывать себя как мы себя чувствуем если чего-то кто-то не понимает это не причина выходить и рубить это причина прислушаться и выждать а выявлять свои личные амбиции чтобы чем-то владеть или показать себя на весь мир как я крут апостол павел говорит такие слова кто такой павел кто такой аполос кто такой варнава во всем ешуа машех во славу бога отца и пусть будет так пусть бог благословит каждого из нас и поможет нам стоять в смирении шалом амен амбон 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 амбон